Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки Общества Россия. 15.59.24 сентября 2019 года Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки. Фото, Сергей Гунеев, РИА Новости. В Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки. Об этом таким делам сообщили в правозащитной организации Зоны права. Девочка родилась в перинатальном центре 13 января 2017 года. Она была полностью здорова. Вскоре медсестра Людмила Черкасота обнаружила у нее влагалищное кровоточение, и для его остановки пинцетом ввела во влагалище ребенка две синтетические салфетки размером 135 на 185 миллиметров и еще три ласкуткоидентичных салфеток. В Зоне права отметили, что такой метод является запрещенным. Ребенок провел в больнице неделю, но медсестра не извлекла салфетки и не сообщила о них лечащему врачу и матери ребенка. После выписки девочка прожила с салфетками три месяца, после чего это увидела мать. Оказалось, что у девочки повреждена действенная плева, образовался пролежение и развелась болезнь вульвавагенит. Ей пришлось делать операцию. Черкасова рассказала, что планировала мытащить салфетки до выписки новорожденной, но забыла, потому что отвлеклась на других детей. Она не рассказала руководству, так как боялась наказания. Женщина раскаялась и попросила прощения у родителей девочки. Центральный районный суд Чита обязал перинатальный центр выплатить 1,25 миллиона рублей семье ребенка. Суд взыскал с перинатального центра 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 250 тысяч рублей взыскана в пользу девочки, ее матери и отца. Черкасова уволили из перинатального центра. В мае против нее прекратили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК. «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и статье 125 УК «Оставление в опасности». Женщина признала вину. Ранее в Кемерове местные жительницы случайно запломбировали нос во время стоматологической операции. Поначалу у пациентки не было претензий к медикам. Поздней женщина начала замечать, что у нее часто закладывает нос. Периодически появляется насморк и головная боль. В другой клинике выяснили, что материал для пломб попал в гайморову пазуху носа. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом общества. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, Напишите на этот адрес russiaatlantico.ru